Кремлевская пропаганда в Украине сказали «стоп». Я полностью поддерживаю решение о запрете доступа до Яндекса, Мейл.ру и соцсетей ВКонтакте и Одноклассники. Все перечисленные структуры, как давно известно, управляются напрямую из Кремля. Кроме того, они имеют своих представителей в Украине, руководство которых постоянно ездит в Москву на совещания. Я знаю, какую информационную политику ведет Яндекс. Например, Яндекс отказался индексировать сайты телеканала АТР. Это сайт крымских татар, потому что они запрещены в Российской Федерации. Это лишь один конкретный пример. Таких много. Когда Яндексу позвонили и спросили, почему они это сделали, они ответили «вы запрещены в РФ, мы ваши новости продвигать не будем». С помощью этих систем ведется, во-первых, распространение пропаганды. Очень четко выстраиваются толпы новостей. Они ставятся вручную именно так, как хотели бы видеть в Кремле. Кроме того, с помощью этих систем ведется сбор персональных данных о гражданах Украины, например, на Одноклассниках и ВКонтакте. Это мощнейший инструмент пропаганды Российской Федерации на территории Украины и других русскоговорящих стран. Яндекс выстраивает свою политику так, как нужно Кремлю, чтобы и в интернете тоже была неадекватная картина мира. Эти ресурсы в Украине токсичны, в случае чего они могут быть использованы против каждого гражданина из страны в целом. Кроме того, в этих социальных сетях российская пропаганда создает систематические группы. В них заливается дезинформация об Украине. Это все модерируется. Сидит целое управление, которое этим занимается. Подумайте, нужно ли оно Украине. Поэтому я полностью одобряю решение президента Украины. Он на этот раз молодец.